Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, ну что, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Пробежалась я по парочке видосиков и остановилась на мукбанке. Не захотелось мне уже смотреть на это пожирание, да, и спор, кто умнее, кто тупее. Значит, начала смотреть, как они собирались на прогулку, и все, знаете, опять вот этот вот ремонт, ремонт, ремонт своими руками. Но ведь ничего еще не сделали. Они даже вот этот вот хлам, что поразобрали, да, эти доски, двери, они еще и не повыносили на улицу, на помойку. А уже утомились, уже устали, уже аж переругались. И вот это вот надо было заснять, да, как они вышли, как они демонстративно эти доски собирают в мешки, несут на помойку. Нинка даже показала подушки, которые они решили таки выбросить. Это как та история с лифчиками, которые у Нины там лежали, желтые, серые, прям грязнючие такие. И она их показывала, да, на весь белый свет эти лифчики, что у нее лежат. Она их никак не выбросит, так здесь и с подушками. Это, говорит, Вовкина вся желтая, как будто, слушайте, описанная, ну, правда, как будто эта подушка лежала под попкой, а не под головкой у малыша. Ну, и, значит, говорит, вот она, что она у тебя такая желтая, свою не показала. Подушки, говорит, классные, ну, не хочется в химчистку сдавать, поэтому на помойку. Короче, тащили они там эти доски, сначала демонстративно складывали, потом тащили, потом переругались, оскорбляли там друг друга. Вовка там просто сходил с ума от злости, потому что Нина заставила второй раз чухать наверх, чтобы еще партию вот этого вот всего, что они разбирали, вытащить на мусорку. Ну, а как он думал, что вместо него кто-то придет и это уберет? Засрали там все возле мусорного этого бака, да. Да, и еще и возмущается, якобы гулять вышли, гулять, да, вывела ребенка на прогулку в день влюбленных, да. Ох, говорит, мы не отмечаем этот праздник. Ну, вообще, знаете, ребят, я отношусь тоже вот немного как-то не очень, да. Именно вот, когда говорят, поздравляю с Днем Святого Валентина, для меня это как-то не совсем понятно, потому что для меня, ну, этот праздник особо ничего не значит. И это никак не касается возраста, сколько мы вместе, это просто касается того, что каждый день можно сделать друг другу праздник. И каждый день, если оказываешь друг другу внимание, показываешь любовь и понимание и верность, тут все вместе, если сложить, да, то о каком празднике можно говорить? Я не знаю, для кого такие праздники, но вообще ассоциации у меня ни с какими Валентинами, ни с какими геями, а просто вот как День влюбленных. Ну, каждый в свой мозг закладывает все по-другому. Поэтому вот я как-то, знаете, отношусь к этому празднику, как, в принципе, ко всем дням. Ну, и, значит, дальше что? Дальше поперлись они на прогулку, на прогулку в торговый центр, таскались там по магазинам, и надо было зайти в Золотое Яблоко. Конечно же, скраб закончился, да, и нечем чистить прыщи. Кстати, я не могу понять, почему у Нины прыщи, ребят? Вот откуда они у нее? Обычно прыщи у подростков, да, ну, а уже в зрелом возрасте откуда могут быть прыщи? Ну, и бывало у меня раньше такое, что где-то там обветришь, да, или, ну, еще что, ну, какая-то, как аллергия, да, на что-то может сыпануть. Но, как бы, вот это вот, чтобы у нее вот постоянно, да, здоровые такие прыщи на лице, то это же на это должна причина быть какая-то. Зрелая, взрослая женщина, откуда могут быть прыщи? В принципе, не знаю, я, может быть, ошибаюсь, это я не страдаю никогда прыщами никакими, да, у меня, наверное, раз в жизни всего лишь была аллергия. И то меня так сыпануло, и быстренько так все это прошло, да, именно что связано было с лицом. Откуда у нее, не знаю, но ей понадобился скраб, ой, и подорожало, и как подорожало, успешная женщина не может себе позволить, да, но позволила. Да, позволила, но что хотела сказать, что успешная женщина возмущалась, что так дорого, да. Обычно успешные люди особо-то и на цены не смотрят, но подорожала и подорожала. Нравится тебе, покупаешь, ты постоянно взяла и пошла на кассу. Нет, я брала за 250 рублей уже целых 500. А Вовка говорит, уже давно 500, уже давно 500, тот все видит, все знает, даже про косметику. Дальше чем? Дальше они почапали праздновать. То есть, как всегда, да, как успешные люди пошли пить кофе и даже с пироженком. Угу, с пироженком. Ой, говорит, что, ой, так вот, устали, не выбираемся, тут уже выбрались, да. Тарелочки все вылизала, язычком подлизала всю кружечку. Все начисто, можно тарелки даже и кружку после Нинки не мыть. Это ж какая успешность, да, в кафе, кофе и пироженка. Это ж так замечательно, такая успешность. И все просто завидуют, все просто завидуют и обзавидовались. Ну и сидела там тоже, она размышляла насчет того, что, ой, День влюбленных, да никто не отмечает уже якобы. Люди, которые, да, уже долго в семейных отношениях, что тут это, что это за праздник. А сама, пока ходила по золотому яблоку, все бубнело, что Вовка ей не подарил цветы. Там какой-то шарик ей вручили, ходила, слушайте, счастливая с этим шариком, что хоть кто-то шо-то ей подарил. А любимый муж, конечно. Ну а как он подарит, кто ему денег даст? Вообще не на несправедливо так как-то. Снимаетесь вдвоем, пашите на канал вдвоем. Он даже больше внимания привлекает, чем ты у людей. А деньги почему-то ты ему даже карманные не даешь. Вот дала бы карманных деньжат и цветы, может быть, и получила бы. Кто знает, кто знает. Ну а дальше, да, посидели, побубнили там, поели тортик с кофеем. Что-то Вовку не показали. Ну, с кофеем я в шутку говорю, а то сейчас подумаете, что вот плетет вишня, всякую ерунду. Значит, и куда они еще заходили? А, в магазин посуды, что ли, в какой-то домовой магазин поперлись, да. Надо же было посмотреть и лампочки, или не переплатили. И говорит, надо купить какой-то органайзер. Я думала, она какой-то органайзер хочет там на стену примастить, или какую-то красивую корзину купить, да, какую-нибудь, чтобы можно было туда все поскладывать. Это Вовкина, и чтобы выглядело более-менее. Нет, она какую-то искала коробку вот эту вот пластиковую с контейнерами, чтобы туда все сгрузить. Кстати, а что, у Вовки даже инструменты есть? Я что-то как-то прям удивилась, что у Вовки и инструменты. А что тогда Вовка сам не займется ремонтом? Чего так все сложно? И главное, смешно то, что бубнят и бубнят из ролика в ролик, что утомились, устали, переработали. Ну, что они сделали, ребят? Два этих шкафа разобрали, которые можно было бы разобрать, но за пару часов и даже за все это время вытащить на помойку, вынести все это и забыть. Нет, все устало, и все устало, и не устали, пока считали, пересчитывали, сколько там им всего этого нужно для ремонта. Мне кажется, ремонт это всего лишь вот залепить эти стены, и что там они, будут потолок они в этом коридоре делать, не будут потолок делать, и, наверное, еще залепят кусками линолеума там, где убрали шкафы, и на этом будет все. Ну, потому что, вот судя по тому, как они там подсчитывают эти копейки бесконечно, сходила, говорит, ой, узнала, сколько шкафы стоит, 45 тысяч или еще, или сколько она там сказала. Это катастрофа века, это просто целое банкротство, нафига все это затеивать. Ну, надо было громко покричать, ремонт, 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 и, значит, это, чтобы были просмотры, чтобы Нину похвалили, и, ой, наконец-то, уж пусть все бы было, как было, чем вот сейчас, да, ходит, стонет, да, еще больше хейта призывает на свой канал, вот этими вот стонами бесконечными. Ну, дальше мукбанг, что они там ели? Картуху, опять мясо, салатики, конечно же, как же без салатиков, и моеву, накупили моеву. Я сразу вспомнила маму отличненько и моеву, да, и, думаю, видать, подсмотрели и решили моеву купить, но только там разница была, там была жареная, а у них какая-то там копченая. Ну, и, значит, что-то они там спорили, Нина неправильно посчитала, Вовка говорит, о, строительном где-то там училась, высшее образование, и опять это образование высшее, то у нее строительное, то еще там какое-то. Сколько в нашей пиратке, слушайте, образований высшее. Я прям уж боюсь и подумать, насколько она мудрая у нас и умная женщина. Шо ж так все сложно, шо с несколькими высшими образованиями и приходится трясти сиськами у экрана, чтобы заработать денег. Короче, не стала я досматривать этот мукбанг, шо я не видела, как они чавкают, как они глотают, как ругаются. В общем, и закончила я просмотр где-то на самом начале видеоролика, где они там, короче, спорили, что Нинка там ошиблась в подсчетах, а Вовка со средним специальным, значит, все правильно высчитал и нашел у нее аж две грубейшие ошибки. В общем, ребят, как-то так. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok